приветствую друзья ну что очередная распаковочка погнали давайте разомнемся друзья легеньких посылочек так немножко женского добавим наш обзор сегодня у нас сразу скажу будут в конце топ товары будет там финальный босс так а здесь у нас пока встречает заколка заколка краб по моему чистый пластик вроде бы жесткая пружина не знаю насколько прочная но вот такой бантик весь замызганный господи опять же цвета были разные но какой-то светло-коричневый что ли одна это жене или дочке это дело стоит на момент съемки 127 рублей все цены за сколько ловил я вы видите по краям но давайте продолжим еще одну откопал древняя посылка еще час скидок был вот это у нас брошки давайте по одной как они у меня записаны это первое цветочек красный слушай брошки красивые ничего не скажешь единственное на некоторую платная доставка и цена так себе из металла все это сделано не знаю попытаюсь показать это сблизи да тут всякие блестяшки типа жемчуг все блестит переливается цветочек красный цена покупал покупал на момент съемки стоит 243 рубля потом что идет на горы но это так себе на любителя цветок пока красивей опять же блистера нет я понимаю один магазин но ссылки будут разные ребят я зашел потому что они не повторяются магазине вот такая вот нарисованные горы и все это больше уже как значок какой-то ну ладно есть есть вот так также стоит 247 рублей сплатная доставка это выходит и третья брошь у нас написано код луна будет больше месяц на опять же без блистера но это самая дешевая брошь из данной серии но выглядит прикольно перламутр какой-то камень не знаю как там с фокусом дела эта брошь стоит 114 рублей здесь нет платной доставки фиг почему на те платная без понятия ну ловил вроде бы рублей по 20 с чем-то возможно вот такие брошки пойдут на подарки девчонкам так немножко размялись давай посерьезнее пошли товар который я скидывал в группу несколько раз он лови моменте был опять же я не знаю мне здесь не все надо и вообще пригодится ли вот эта штука однозначно пригодится вот это тоже подойдет хотя у меня такой с экшн камеры есть и вот она у нас крепление на шлем под экшн камеру можно телефон здесь зажимать короче неоднозначная вещь но просто кроме шлема это использовать ну бог его знает выглядит это примерно вот так вот на картинке я просто не не въеду а как сюда ты сюда залетаешь ай блин красавчик я теперь не знаю это дело достать досталось не ну это глупо оно как то все таки она с этой стороны заходит сидит отлично достать можно почему только так заходит не знаю ну и на момент съемки это стоит 617 рублей ребят можно попробовать выставить за 400 рублей на авито а вдруг спросит так следующий лови момент это у нас парный товар парный короче на два аккаунта поймал сашка это у нас детские полотенца для купания что-то такое-то расцветки яркие я потом не соберу да а где рвать не хочу потому что возможно это пойдет на подарки или на продажу что я сар блин оно неприятное честно рукам когда у тебя шуршавые немного руки да она липнет а то я ненавижу такой материал честно но это маленькая ростовка то есть для детей не дюжи больших пукать ай как принцепляется все то процентный полиэстер мады инчина не знаю за 100 процентный полиэстер друзья 801 рубль просят то есть это у нас одевается как пончо дали называется и здесь типа голова будет идут русалкин хвост прочее прочее расцветки симпатично для маленького ребенка прикольно вот такая русалка материал говно полный а здесь у нас лама не знаю подойдет ли это дочке не подойдет а мы вроде бы с этого выросли вот этот симпатический выглядит но у драма лама и капючон ну давайте так от горла до самого низа 58 ну скорее всего если растянуть это 60 сантиметров будет ну какой же это неприятный материал со спины то же самое ладно я потом давайте запакую покажу жене а там решим может кому-то на подарки пойдет но что переходим друзья к топ товаром давайте первый товар я уже в прошлом ролике наговорил про топ товары до ссылок показывал оставлял даже ссылочку на тестер вот мне пришла первая посылка как бы трек номер дали он шел один ну я поехал забирать забираю я понимаю что здесь не все товары ну давайте смотреть здесь я знаю что здесь будет кепка опять же все эти ссылки я скидывал полностью в группу вк да заказывал камуфляжную с белым совершенно верно как по качеству фиг его знает 150 рублей по моему это дело стоило во-первых шлипзик но вроде бы приклеен пойдет пару ниток убрать просто я видел что они бывают отклеиваются на такие кепочки конечно здесь как-то криво можно было пришить даже здесь не под завернуто дофи дак присутствует шлейдик немного это все дело помятая козырек жестковатый нормально не прям картон вот это конечно старинных кепах еще помню юсей были как их с орлом была такая кепка но все к такси огляну пойдет короче ладно это все дело покажу на момент съемки но на раз только же и стоит опять же очень много расцветок есть и розовые женские короче тема такая что здесь перед бывает трех цветов по моему синий красный белый также на шибзики эти бывают разных цветов короче посмотрите там очень много кепок если кто прям интересуется но качество посредственное то есть вот это вот все за сеткой не ровно пришита с складки фиг его можно было как-то это может прихватить бы тут выровнять хотя бы тут один стежок сделать чтоб это ровно смотрелось на все кошмар самому еще чуть до ума довести надо ну примерно мой размер это вот настолько ладно это все покажу давайте вот это вот основные основная масса товаров на всякий случай трек номер где он вот это скорее всего это вдруг чего-то не хватает потому что я бог его знает чем мне вот это не понравилось что это все в одну кучу и на не люблю я вот так вот потому что такая же проблема у нас все по 189 или короче одна цена лига называется тоже вот если заказываешь кучу тебя на что-то не хватает этот потом споры открывать докладывать так чего начнем давайте самого мелкого я участвую не найду есть она тут вообще о поехали в всего одна штучка ну ладно короче это у нас для настройки тормозов дисковых смотрел интересно стало фиг его знает попробуем пленку это дело одевается на тормозной диск ну короче это все покажу попробуем там передний настрой тормоза во насколько это проще с это дело работать но на тоненькая но возможно этого как раз и будет хватать за кусочек металла цену видели ну так по по-моему дороже стоит я думал так будет как-то по плотней ладно идем смотрим ну что друзья попробуем подогнать тормоза на данный момент задний тормоз у нас получается жмешь он все равно пока мне уже я уже и чистил колодки наждачкой чего только не делал главное обратную сторону нормально вперед же нет диск смотрел да все стрелочки нормально стоять куда должен крутиться тормоза самые простенькие однопоршневые все думают с двух сторон заказать так это штукенция подходит вообще на садится значит наша задача чё расслабить чтоб немножко ходу было то что не сбивается постоянно если колесо разбортируешь блин это между накаливает я первую я сказал что велик у меня первый я с такими тормозами тоже не имел понятия как работать я первую неделю ездил вообще на застопоренных колесах терлась пока мне не показали как это дело все настраивается так поршень еще надо надо тоже открутить это колесо немножко неудачно вроде бы нормально стоит не знаю возможно уже там что-то выработалась пробуем даст ли нам этот ограничитель чего-нибудь так здесь уже подлазить надо вроде бы нормально так по тормозам один фиг фигня блин не знаю лучше стало короче это такое себе я думал он не брал в притирку притирку возможно немного еще диск кривой блин там тоже есть какая-то приспособа блин выравнивать ездит а момент немножко он шоркает на каком-то прокруте короче проще тормоза поменять а потом уже думать потому что сейчас это такой себе вариант приходится двумя тормозить передние более-менее настроены как бы вроде бы по факту нерой ненужная вещь если умеешь нормально наставить как для новичков можно какой-то ограничитель поставил подогнал подтянул не знаю напишите чего вы по тормозам может подскажете диски я говорю это уже все зачистил его тормозные колодки снял за за шкурил зачистил опять поставил сюда это вообще было невозможно тормозить гидравлику ставить не хочу потому что ручки уже идут с комплекта магнит с магнитами сразу отдельно заказывать датчик под гидравлику это тоже тысячи полторы две вот такой вариант поставить двухпоршневой тормоз пару рублей по-моему выходит наперед и назад может может диски надо этим тормозные менять что-то фуфлыжные стоит фиг его знает ладно сейчас жду вашего ответа то велико шарит напишите будет полезно для меня едем дальше следующая посылка ребят это короче надо в комнату ребенку в пакет какой здоровый но я понимаю скорее всего есть батарейка красавцы я надеюсь потому что пипка увидел выключатель 433 герца да по-моему я надеюсь короче до 433 двойной то есть это сделать для света я так и не поставил алиса что-то по написали что там это не советуют короче дело можно или на двухсторонний скотч куда угодно на стенку можно юбиля в комплекте все идет и плюс на батарейку идет защита разбирается они все ужасно если честно не помню какой стороны на тянут чтоб не сломать так друзья одну снял вторую что-то не хочу тянуть я просто на каком-то выключателе вот эту штуку переломал едасть как она вставляется черт пойми что первое надо вытягивать я тянул снизу вверх туда батарейка стоит все отлично стоит 27 23 такая же по размеру но чуть толще не подходят как видим здесь у нас вообще тройной он по идее можно с него сделать но середина у нас не задействовано только вот эти две клацаются то есть можно было бы и тройной записать сигнал но это здесь не продумано опять же диоды все вроде бы есть это дело как-то светится до при нажатии идет легкий фиолетовый свет короче мы это дело поставим запрограммируем и посмотрим как будет выглядеть все собираем я не знаю сколько служат эти батарейки кто пользуется напишите надолго хватает потому что у нас где-то в районе 100 рублей одна батареечка стоит еще надо поискать или что было а 27 не а 23 я честно не обращал внимание я до этого дома вообще один формат такой вот батарейка написан 12 вольт ладно идем в комнату программируем смотрим работает не работает ну что давайте программировать в принципе первая у нас люстра стоит опять же двойное нажатие или длительное длитие удобно немножко все заморгала будет слева у нас есть четко а второе у нас точечники уже тебя чтобы сбросить я вам читал 8 восьмикратно нажать и сбросить все настройки со всех устройств заморгала четко проверяем что-то точечники и захотелись подожди ну-ка раз есть точечники . как-то потупливается эти точечники шо с пульта что с выключателя может время отдупляется конечно проводной выключатель срабатывает стопроцентно здесь это бывает выделывается фиг его знает но рабочие вроде бы продолжаем дербанить нашу посылку оба на предпоследний товар вот это мне прям очень интересно какой будет все таки размер заказал максимальный 5xl по-моему себя это у нас moto джерси если продать 5xl по картинкам более-менее мне больше всех понравилось такая летняя кофта блин ну вроде бы большой я надеюсь что не будет сашка не выглядит как сарделька обтянутая вот так дело выглядит что-то love the paint you give старт рейсинг помещается в кадр то есть руки обматанные цепью короче для велосипеда самое то и со спины такая же только как бы негативе круто круто честно хотел все вообще джерси свитер футбольный до нхл овский по моему капитолис или как там правильно называется были я увидел просто у одного артиста офигенно выглядит но я как начал искать я так и не нашел ничего путевая да там металлическая вставка нхл но не такие сделаны по моему не из синтетики если не ошибаюсь они более такие теплые попробуем такую джерси ладно ребят что говорить пойдем с кепкой все это примерю покажу если если налезет но опять же не налезет найду на ком показать ребенок одинет вот погнали смотрим друзья без микрофона отойду покручусь короче по кепке да вот так вот сидит на голове знаю как будет видно по футболке короче пока едешь на велосипеде огонь вообще продувается хорошо на улице в принципе тоже ничем в помещении в ней жарковато по размеру все идеально подошло я принципе доволен если было бы еще больше я был бы видишь они против можно было поверх какой-нибудь маечки накидывать если бы она еще была свободен но опять же кто занимается спортом да вот эта штука как накидка вообще идеально будет большого размера берите ничего страшного по плечам все классно подошло ну синтетика полная сразу говорю я только вот приехал буквально полчаса катался обалденно короче рукава сейчас опущу все кадр влезу даже 5 секунд вы наверно ниже что ли или выше меньше мне отходить вот так вот видно короче по и по рукавам все четенько и по футболке класс тоже мне понравилось опять же куча раз кричу микрофон куча расцветок есть может то себе подберет и также говорю я один раз выбрал и мне пошло там сыпит и показывают и fox и прочее прочее короче вариантов много и по приемлемой цене я считаю потому что я смотрел вот эти вот moto джерси да будем так их называть пока не пишутся на яндексах стоять камера где там еще на маркетах на валдерсах везде короче когда свитером загорелся перерыл все что есть и там полу заказа косарь выше туда вот такие синтетические стоит это за 600 рублей по моему вообще огонь круто мне нравится честно прогладил чуть-чуть вот единственно но не синтетических терр и не бывает поэтому тут выбора нет кепка ну слушай затылок продувает уже хорошо едешь хотя бы дышит так что так вот все ну и финалочка друзья это у нас в отдельной посылке ты смотри хорошо не разделили еще эту отдельно не отправили короче не сахты дорогой но самый интересный для меня товар на это вот такое чудо вентилятор два в одном три в одном как-то называется я короче лед приготовил вот это прям сейчас будем тестировать так в коробке что видим питание ему надо обычная 2 ампера 5 вольт 10 ватт короче но опять же я что-то посмотрел у друга где-то в комментариях пишут что они перегорают бог его знает сейчас посмотрим проверим слава богу что все пришло целое вроде бы так и должно было быть не знаешь интересно если даже сгорит мотор подойдет ли отсюда вот этот уже два лет огоняю офигенно работает но но охота что-то такое я посмотрел обзоры как увидел меня заинтересовало здесь короче здесь как и вентилятор также есть испаритель воздуха до который будет добавлять как по мне влагу и должно быть это остужаться лучше значит это дело закрывать хорошо разбирается можно до достать все это дело почистить убрать пыль потому что там проблематично есть как-то у тебя крепеж скорее всего так наверно а нафига нарисовали проверни откроется шо тут открываться будет так стоять но батареи здесь нету правильно по идее так кнопки вроде бы все прожимаются провод спрятано это дело регулируется на проток направление туда-сюда какая-то бумаженцы даже хлястик есть для переноски ну вроде бы стоит не падает здесь скорее всего будет кабель есть такая емкость для залива воды и это дело еще все с подсветкой так тайп си тоже офигенно давай сначала на холостую запустим вот у нас куда все дело вставляется возьмем наш обычный провод шажан мы это дело сейчас измеряем с датчиком температуры до поток с водой про обычной со льдом будет ли что-то меняться нет мне прямо это интересно никто не показывает охлаждает ли она или нет так вентилятор конечно мы сейчас все покажем о стопы засветилась закрутилась первый режим второй режим шум присутствует третий режим выключились то есть все дело подсвечивается не знаю в камеру ли это будет видно но белая подсветка срабатывают все лампочки крутятся режим подсветки работает да также это дело можно переключать я не пойму но это понимаю парка до вода будто вот это а это все таймер еще есть ребят скорее всего тут должно быть написано сколько это дело работает один это один час приз бутон 4 2 часа 3 часа все то есть перед сном или чё если мы не хотим чтоб настал свинок спокойно уснуть раз-два нажали две лампочки через два часа значит дело выключится вот так и это понимаю ну пока полтора ватта на 1 3 3 на 2 и 5 ватт всего лишь на 3 так давайте поменяем кабель мало ли может быть юсбшки не так додают может быть переноски уже проблема воткнем 65 ватт ну и друг ты чего давайте еще бассейн сам прогоним слушай он почему-то не воспринимает эти зарядки что от ноутбука что от бассейн все работает она в сети отлично прикольно странно ребят то есть сверх мощную зарядку он не определяет и не запускается с ней ухты ладно будем использовать тогда это стандартный если честно немножко удивлен ладно пусть пока тестов стоит давайте принесем воду и посмотрим что это дело вообще с испарителем работает с подсветкой со всей фигней я немножко задачен почему он не видит другие зарядки ну что друзья приготовил я воду обычная теплая с кулера тестер щуп температуры значит ну так понятно что но по идее не должна охлаждать температура есть будем сразу на третьей скорости гонять слабовасенько в комнате 28 градусов показывает термометр термометр но так 25 до около себя буду держать щуп если чё на расстоянии 10 сантиметров как щит работает 25 градусов пока ладно заливаем воду опять же емкость 300 миллилитров может быть кружка не маленькая ладно так закрываем честно по пластику дешево все это дело выглядит главное мне функционал включаем пар первый режим работает первое сопло 24 градуса второй режим 3 сопла я не знаю видно это не видно свет убираю это с подсветкой ладно уберем ну и максимально все сопла да как температура падает кондиционер работает 5 градусов мы потеряли чисто на обычно теплой воды воде с кулера мы сейчас лед принесем посмотри вообще это действует или нет от того что холодно не холодная вода и это дело еще можно подсветку рубить а теперь можно свет приглушить да но опять же кстати не сильно яркая такая ламповая подсветка и переключаешь можно настроить под свой стиль я понимаю она не меняется до красная ночь красная слушай как она фигачит но красивая бирюза блин ну это на полностью свет выключить давайте вот так вот это дело посмотрим с водой то принципе чтоб с водой чтобы из воды будет светить одинаково лимонный салатовый синева чисто белый белый посильнее на фиолетовый красный вопрос как ты выключаешься или это был не чисто белый это может выключено с окна просто выключается скорее всего длительное нажатие длительное нажатие включает режим перри перец пересвет короче светофор да есть режим если хотим разнообразие длительно жмем еще под длительно бы выключался нет сразу вижу ребят проблему он воду аж плюхает то есть не знаю как на камеру это будет видно но в соплах набирается офигенно влажности ну с пяти пушек он прям стреляет мама не горюй температура да видите упала короче идем за льдом закидываем леда даем немножко ну растаять ну что друзья пару минут прошло температура в принципе пришла в норму до 24 опять же здесь говорю пожарче почему так показывает бог его знает лед наш практически растаял кубик здесь почему-то один не заметил так ну давай урубаем сразу вентилятор на третью это здесь и поехали опять же холодней будет нет от холодной воды мне прям интересно рубаем все сопла ну что друзья три минуты масла и по сути как было 20 21 20 градусов не меняется от того что мы туда кидаем лед вообще баба барабану это видать лед нарисованный то что он просто охлаждает до охлаждение работает однозначно с паром мне интересует другой вопрос слушайте но потребляет он сейчас 7 ватт то есть десяти заявленных но нету возможно подальше по цвету таймер и подсветку еще врубим 7 11 7 0 7 7 14 все штука прикольная однозначно но конечно материалы и качество так себе да это дешевый пластик это вода скапливается вот это мне прям не не сильно нравится если она будет на столе что потом проснешься у тебя здесь лужа будет ну такое себе удобство пошелут и ноутбук стоит и всякие вещи лежат возможно если ставить на двоечку будет меньше это дело ну мне кажется просто будет с трех дырок скапливаться вода не с пяти короче под него надо какой-то поддончик или что-то стелить вентилятор бы хотелось бы помощнее немного но в целом больше больше на рублей добавить нечего да друзья этот хлам полнейший оказывается слышишь там воды в нем я ушел вот это все дело снял думаю хорошо вечерком проверю как она будет работать прихожу а у меня благо ноутбук обошло стороной весь коврик на себя удар принял салфетка для протирки все в воде стоит идти потихоньку я не знаю откуда скорее всего через эти сопла которые должны нам выдувать то есть я прикольнусь еще поставлю на конь поддончик если он будет жить ну опять же здесь принципе замыкать нечего ну на дне вода там здесь я так скажу короче мотор здесь вообще не вывозит я его включал еще когда эти после уже съемки он уже не крутился ему помог запустил он греется бог его знает короче ночку поработать я сюда сниму расскажу что случилось конечно обидно задумка вообще великолепную но сделано это все похабно поэтому наверное цена такая опять же их там различных видов дофига может быть просто вот эта серия попалась мне говнистая ну что друзья проработал он ночь пока работает зараза горячий не сгорел я думал сгорит если честно короче вода уходит полный бачок два вот таких стакана часа за два с половиной уходит все равно остается я не знаю будет тут видно нет но она вся не испаряется до испарители не достает еще я понял по ходу что испаритель вода кстати чистая с кулера не знаю как по кадру видно будет это сопло уже не работает начинаю включать он даже не крутится вторая скорость диоды как бы светится 3 и приходится его раскачегаривать помогать с первой не запускается со второй нет с третьей нет короче такая полная дичь это что-то с чем-то не знаю и спор вроде бы не открыть или фиг его знает при распаковке все работало можно попытаться моторчик здесь стоит вот вот так усенький в корпусе здесь о без вентилятора завелся ладно ребятки на это наверно все то что я хотел протестировал мне очень было интересно как она будет дело работать со льдом будет ли такое охлаждение или нет нифига для себя я это дело развеял целом нормалек пойдет в лиф съемку снимать включил на это время хотя бы не сильно будет жарко сбивание температуру хорошо опять же все ссылочки вы увидите в описании под роликом лайк дизлайк подписка ролики также выходят на канале дзен там будет ссылочка если youtube не работает можете переходить туда там смотреть но мне больше добавить нечего давайте всем спасибо еще раз до следующей распаковочки всем пока